Меня зовут Олег Кашин, мне 40 лет, здесь я живу, весной будет 5 лет, живу в Лондоне, но первые два месяца жил в Стэнсе, и поэтому первое впечатление от Британии провинциальное такое. Занимаюсь, пишу журналист, пишу сам в анкетах, иногда пишу писатель, в общем, это такая сложная ситуация. Политический, не знаю, мыслитель, назовем его так, человек, который, в общем, не занимается уже репортерской работой, до этого занимался ею лет 15, наверное, пишу статьи ежедневно практически для российских изданий, веду программу на радио на московском ежедневную и параллельно еще развиваюсь как-то в ютубе и так далее, и так далее. В общем, на самом деле такой полуэмигрант, потому что технические возможности сегодня позволяют как бы оставаться в Москве, телесно присутствуя в Лондоне. Самое большое различие между Москвой и Лондоном, наверное, что Москва все-таки гораздо более однородная. То есть вот те Беляевы и Коньковы, которые там срослись в один город, да, то есть как бы он сплошной. Хорошо, там он неуютный, может быть, в этих местах, хотя я думаю, их уроженцы со мной не согласятся, но тем не менее он сплошной. Здесь для меня было открытием, что на самом деле помимо вот того садового кольца лондонского, который там самый-самый центр, Лондон состоит из, там, не знаю, миллиона бывших деревень, в которых одинаковая хай-стрит с одинаковым набором, там, не знаю, кафе и магазинов. А между ними, то есть вот так, чтобы долго бродить по городу из конца в конец, даже отдав на это сутки, ты будешь идти через какие-то лесопарковые зоны, через промзоны, железные дороги. Я не ожидал, да, что Лондон настолько, настолько атомизирован в плане городских районов. Ну и да, городской транспорт, другое к нему здесь отношение почему-то, причем, ну, насколько я понимаю, Москва к этому стремится сейчас, но это уже было без меня и, может быть, даже уже чего-то достигло. Здесь очень интересное чувство, когда ты не видишь разницы, ну, помимо того, что один и тот же билет, между, там, корабликом на Темзе, метро, автобусом и даже трамваем, который ездит в Кройден, да, по-моему, одна линия трамвайная. Вот, и как-то представить себя москвичом, который там постоянно передвигается на такси, здесь, наверное, это будет какой-нибудь идиот, потому что вот Лондон, это именно вот общественный транспорт, какие-то толпы на улицах и так далее, что-то такое. В Москве я прожил 10 лет, 2 года в Женеве, а потом, вернувшись в Москву, был уверен, уже с ребенком, родившимся в Швейцарии, был уверен, что вот возвращаемся навсегда, но потом, как бы, сложились обстоятельства довольно быстро, мы с ним вдвоем, как бы, там, немножко поскитались по Европе, тем временем жена искала работу где-нибудь и нашла здесь, и как бы, на самом деле, ну, я представляю себе, если б я жил в каком-нибудь, там, не знаю, тихом британском или европейском городке, ощущение все-таки было другое. Чувство центра мира здесь есть, даже, там, когда оно касается не наших проблем, будь то Брексит или БЛМ прошлогодний. Немножко была зависть к москвичам, когда в Москве был чемпионат мира, да, по футболу, поскольку в Москве, ладно, в моем родном Калининграде, в тех местах, которые были дикими, в прямом смысле, да, там росла растительность и жили какие-то бездомные люди, а теперь там стадион стоит и даже, вроде бы, не разрушается, хотя все ждали, что разрушится. И было ощущение, да, что вот, как бы, настоящая жизнь там, но это ощущение быстро проходит, потому что смотришь на жизнь, которую здесь, и понимаешь, что здесь жизни, по крайней мере, не меньше. Тех, кто переехал в Лондон, я бы сразу отправлял в музей, национальная галерея, Royal Academy, оба Тейта, вот, а так, на самом деле, побродить со стаканчиком кофе или с флягой со спиртным, да, вдоль берега Тензы, река великая, я как-то всегда спокойно относился именно к рекам, будучи человеком из морского города, а, наверное, влияние Москвы, когда понимаешь, как жизнь строится вокруг реки, здесь то же самое. Ну и поскольку, да, естественно, Лондон не исчерпаем, вот я там ориентируюсь на, условно говоря, новинки, меня очень в свое время растрогало, ему года четыре, наверное, этому музею, если честно, я не уверен, что его не закрыли, да, потому что я в нем был как раз года три назад, а музей почты, понятно, что сам музей, ну, почтовые ящики, там, не знаю, форму почтаревинов, дилижансы, ерунда, но при нем есть подземная железная дорога, да, которая, значит, ну, как метро, только не метро, на ней развозили почту до начала нулевых, и вот ты катаешься, как бы, соответственно, я всех туда отправляю, никто почему-то про него из моих знакомых не знает, поэтому все удивляются, это в Ислингтоне, по-моему. Вернуться в Россию, и хорошо ли в Лондоне, два разных вопроса, на самом деле. Последние годы как раз самые, наверное, острые для людей моей профессии, когда регулярно возникают какие-то события, там, Крым, Навальный, там, еще что-то, которые вызывают острое, там, не знаю, противостояние, конфликт, я все-таки, несмотря на какое-то активное участие в сращах в соцсетях, а физически отсутствую, и, значит, немножко, ну, все-таки позволяю себе быть в стороне от этих напряженных силовых линий, поэтому вот в этом смысле как раз в Москву возвращаться бы не хотел, совершенно точно. Что касается, хорошо ли в Лондоне, да, в Лондоне я дома, помимо того, что город действительно очень хороший, я вожу с собой, там, при всех переездах довольно большую и, на самом деле, не очень нужную для жизни, я уже с годами это понял, библиотеку, несколько тысяч томов, как бы, да, то есть это большой труд и затраты их перевозить, но, по крайней мере, мне важно, что все эти книги, которые я, там, покупал, читал с детства, даже не с юности, они стоят у меня там, где я живу, на полке, я могу, там, раз в год одну книгу снять с полки, перелистать, мне это важно, это создает душевный комфорт, то есть как где-то было, да, что это мебель для души. Ну и, соответственно, да, семья, ребенок здесь, на самом деле, вот так же интересный момент к вопросу о том, как жить в Москве или не жить в Москве. Я понимаю, что, живя в Москве, будучи отцом шестилетнего ребенка, я из, там, не знаю, журналистской, интеллигентской какой-годно среды, я бы, сам того не желая, участвовал в соревнованиях с какими-то людьми своего круга, да, там, ты поступил в эту школу, а ты не поступил, вот там, вы пошли на какое-нибудь мероприятие, вы не пошли, там, у тебя есть велосипед такой, у тебя нет, а здесь как раз, соотнося себя с москвичами, ну, естественно, как бы, вот у меня здесь школа, она мне нравится, у ребенка моего школа, вот, я понимаю, что, вот, не участие в том соревновании, которое я наблюдаю по каким-то своим знакомым, оно само по себе очень приятное и очень, скажем так, освобождает душу от излишних нагрузок, поэтому жить не в Москве, присутствуя там как-то незримо, это хорошо.